Беларусь сутокнулася с беспрецедентной по своих масштабах кампании по дезинформации с боку Евросоюза. Такое меркование подчас выездного посяджения постоянной комиссии по международных справах Палаты представников национальных сходов Беларуси, выказывая ей старшиня Андрей Савиных. Посяджение, которое прошло в пункте пропуску Брузии на белорусско-польском участке, было просвечено ситуацией с мигрантами на мяжи. Утым легко обмерковались и международные домовые решения по склавшейся ситуации. В парламентской ассамблее Совета Европы принята очередная резолюция, осуждающая Беларусь якобы за организацию миграционного кризиса. Фактически мы столкнулись с беспрецедентной по своим масштабам кампанией дезинформации против Республики Беларусь. Используются любые методы без какого-либо стеснения, даже без оглядки на здравый смысл. Андрей Савиных отзначил, что принятая на ассамблее Совета Европы резолюция стала черговой спробы перокласти отказность за организацию миграционного кризиса на Беларусь. Меж тем, по словах старшиней постоянной комиссии, иншая структура ЕС складают за всем иншие заключения. Ле робить гэта не публична, а у рабочим парадку. Вот тому протягиваются спробы перокласти отказности за ситуацию на Мяжи, минавито на Беларусь, подкресли у старшиня постоянной комиссии по международных справах. Комиссар Совета Европы Дуня Миятович осудила правительства Польши и Литвы и потребовала обеспечить нормальное отношение к мигрантам, остановить насилие. Европейский суд по правам человека вообще выдал предписание соблюдать основные стандарты, перенятые в Европейском Союзе, в отношении мигрантов, которые задерживаются на польской и литовской границах. Аналогичные заключения и требования выдвигают управление Верховного комиссара по делам бешенцев и руководство Международной организации по миграции. Но эти заявления, эти позиции, они не публичны, они замалчиваются. Почас выездного посаджения обмерковывались у Тымлику и международные домовы, подписанные ранее из ЕС. Например, погоднение помеж Беларусью и Европейским Союзом обряд миссии мигрантов, которые находятся без дозволу. Мы столкнулись с одной очень неприятной ситуацией. Соглашение, которое было подписано с Европейским Союзом и касается реадмиссии мигрантов как с территории Беларуси, так и с территории Европейского Союза, в настоящее время Европейским Союзом не исполняется. При этом они делают это без каких-либо объяснений. Министерство иностранных дел уже на протяжении длительного времени предлагает провести консультации на эти вопросы. В ответ тишина. Нам сегодня надо внимательно проанализировать эту ситуацию, послушать представителей миграционной службы, пограничного комитета, министерства иностранных дел, для того, чтобы принять решение рекомендовать или не рекомендовать палаты представителей поддержать или приостановить действия данного соглашения. Спасибо за внимание.